всем привет друзья ну что февраль месяц снег растаял а значит что у нас наступило долгожданное тепло мы выбрались ближе конечно же к воде сегодня где есть побольше влаги потому что после оттепеля влаги конечно же все равно не хватает так как дует ветра все это высыхает все что нам нужно нашим грибочкам поэтому конечно же сейчас в лесу грибов очень мало и они все сосредоточены именно вот в этой среде ближе к водичке поэтому отправляемся сегодня с вами в заросли в дебри к ручейкам прогалинкам проталинкам и так далее ищем наши февральские грибы а это фламурина бархатиста ножковая все та же фламулинка зимний опенок это сарка с цифрой пель-получашечки всевозможные дрожжалки щенелистники трутовики и многое многое другое будем искать будем смотреть пойдем погуляем первая находочка фламулинка бархатиста ножковая ну любит 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 такая фламулинка расти зарослях и вы на пенечках немножко бархатистая светлые пластиночки рыжая шляпка зимний опенок по чуть-чуть по чуть-чуть такие грибочки можно найти в феврале и буквально рядом смотрите какие живенькие сочные это тоже фламулинка бархатиста ножковая какой красивый симпатичный кустик в зарослях ежевики ежевика такая зеленая здесь от влаги такие красивые прям сочные кабанчики возьмем тут немножко присохли грибочки вот такая вот красивая палочка попалась с жителями на ней это сарка с цифром эльфовая чаша тоже съедобный гриб как цветы распускается по весне очень интересный такой грибок можно взять для салатов особенно для корейских цветы как большая нога видите под пеньком еще очень большие ножки у них ножка уже в пищу не приправила угодно бывает так как она жесткая сама по себе чем она темнее тем она жестче а если вы находите гриб с светлым стволом то его можно смело взять он будет еще достаточно мягким в китае этот гриб называется энакев и на китайке там по-разному называется его выращивают специально кстати очень часто мы покупаем магазине эти грибы которые промышленно выращивают там их выращивают специально а в длинных таких колбах чтобы у гриба был большой длинный ствол ножка и вот сама ценность этого гриба у них самой ножки этой светлой то есть они предпочитают такую вот своего рода грибную лапшу а мы например все и и шляпку и ножку светлую очень нежненько особенно когда зимой феврале выбора у тебя особо нет радуешься каждой находке руки в грязи как мы любим все сырое после снега где-то еще даже прогалинки остались такой букет февральских грибочков красота зелень уже попадается в лесу радует глаз попадается еще помалинка такая присохшая присохшая но пригодная в пищу в принципе можно будет просто намочить водичкой такие более-менее светлые экземплярчики употребить сарка с цифа а сейчас покажу вам что найден нашла цветочки ух ты класс какая прелесть скоро распустятся я думаю на сегодня попадутся и раскрытые бутоны потому что такое солнце такое тепло уже несколько дней но все весна весна в лесу весна в сердце наконец-то зима закончилась вот как прет зелень смотрите какой лист уже раскручивается и таких ростков уже много прям сережки уже ольха отбрасывает и воздух уже наполняется как стихотворение весною скоро это все зазеленеет и придем мы сюда за сморчковыми шапочками шапочками а потом за сморчками любят они тоже здесь расти а здесь смотрите какое соседство фламулинка по стволу пошла 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 грызть ствол и тут раз один вот второй трутовики каштановый по соседстве с ней живут тоже видит такая присохшая оттаяла после заморозков спасем ее сейчас и вот так потихоньку потихоньку набьем сегодня нашу маленькую коробочку на сковородочку а птички поют погода то есть там меняется то солнце то пасмурно весна одним словом наконец-то уже засиделись мы и дома снег этот уже надоел порядком слышите как птички поют красота птички синички тирик 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 в таких вылазках зимой свои плюсы мне кажется зимняя грибалка она тем приятнее что ты в лесу точно один сто процентов никого нет но никто не ходит почти зимой никто это только в самых таких людных местах в парках даже люди ходят собирают грибы а вот в таких куда я езжу точно никого нет поэтому классно потихоньку потихоньку и наполняется наша емкость а здесь нам с вами ребята попалась свешенка ну такая замечательная красивая и сочная экземпляры зарождаются а эти экземпляры вот прям такой классный прям уже можно взять хрустящая ой как она пахнет срезаю запах идет ой ой нет не рвись боже шикарный запах шикарный аромат она свеженькая немножечко сверху подсушилась но это не страшно потому что запах у нее просто потрясающий ой надеюсь вам тоже это пахнет класс и вот такие экземпляры попадаются тоже они неплохие потому что вы видите что они темнее да чем обычно то есть они достаточно светленькие под низом поэтому можно взять просто так выросли такими присохли возможно от того что подзаветрились а так такой же дликатес вполне как и предыдущие те которые мы находили очень много видите они мелкие собирать их много достаточно тяжело то есть это конечно когда находишь полный ствол весь облепленный конечно радуешься можно набить две а то и три корзины чуть ли не мешок да и заготовить они в заготовке очень классные самые нежные а из опят я люблю больше всего фламмулину закатную консервированную консервированную но так бывает конечно не часто в основном это вот так вот такими группами попадаются малыши эксидия собственной персоной начинает разбухать симпатичная мы не собираем а здесь какой шикарный куст попался конечно шикарным кустом это только я могу назвать потому что экземпляры на сегодняшний день это самые крупные которые нам попались немножко подсухшие но весьма жирные видите вот так вот одиночные они попадаются достаточно крупные спрятались под корой и корни у них там очень длинные немножко откроем неплохие на стволе попавшим еще парочка кустиков нашлась неплохие особенно этот да хорошие прям свежие жалко что штучно здесь еще вот рядышком один маленький костик тоже сейчас срежем а здесь дерево смотрите повалилось дерево видите все покрытое лишайником пораженное и вместе с ним упала амела вы когда-нибудь видели амелу? вот ягоды ее интересные прозрачные и тут прям много ее так подсохший совсем кусточек хотя нет нормальный нормальный жалко столько уставшей на мулинке прям подсохшая такая она останется здесь коричневая вот такие экземпляры какие хорошенькие молоденькие такие только вылезли прям свежак сочные сочные шляпка скользкая как как им и должно быть здесь прям нравится здесь место влажное на пригорочке поэтому фламулинки чувствуют себя весьма комфортно ой класс в общем вот такими вот такими вот кучками по пять шесть штук ух какая нога была здесь жирнючая вот такие вот сегодня семейки мы с вами находим мелочь а приятно как говорится понемножку в куч beide сейчас вот она в что она 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 Субтитры создавал DimaTorzok